Матос, здравия, друзья, здравия, с вами Ярослав Мудр-Воронцов. Намасте. Сегодня я хочу с вами обсудить очень важную тему, касается контроля ума. Контроля ума и причина для того, чтобы записать это видео, была мое общение с клиентом. И я обратил внимание, что в процессе своей повседневной деятельности клиент постоянно осуждает людей. То есть, когда он что-то ему не нравится, сразу у него возникает образ, негативный образ. И вот настолько это поразило мое впечатление о том, что действительно ведь у нас, таких людей, кто постоянно делает какое-то осуждение, осуждение на что бы ты ни посмотрел, если тебе не нравится, то делаешь осуждение. Нравится, а вот классно. Ну, если нравится, то хорошо. Но что делать, когда это не нравится, и мы каждый раз вызываем какое-то свое осуждение. Ой, толстый, ой, злой, ой, красиво, ой, некрасиво, ой, грязно, ой, нехорошо и так далее. Понимаете, какая штука. То есть, у нас постоянно в уме происходит такой мотор, мотор-мотор, постоянно, как-то идет внутренний диалог, внутренний диалог, внутренний диалог. И все было бы неплохо, если бы мы научились этот диалог контролировать. И чтобы этот диалог нес позитивные эмоции. Те эмоции, которые помогут нам развиваться, которые помогут нам становиться лучше. Но, как часто происходит, у нас идет в голове непрерывный диалог, который именно концентрируется на вот что-то негативном. И в моем понимании, показатель того, что у человека что-то есть нехорошо сейчас в этой жизни, это именно то, что его концентрация идет на негативе. То есть, вот это самый важный показатель, который экспресс-методом может сказать, насколько у тебя сейчас ресурсы в позитиве или в негативе. Если ты, выходя на улицу, смотря телевизор, если ты смотришь телевизор или смотришь ты в интернете что-то, что угодно, то есть, у тебя возникает сразу ощущение того, что здесь что-то не так, что-то негатив. И вот ты видишь в этом негатив. И что-то говорит о том, что у тебя не все равно все хорошо с позитивным настроем. И это очень важный момент. И я вот хочу заострить внимание, хочу заострить ваше внимание, насколько важно этот вопрос. Насколько важно осознавать, о чем я сейчас думаю, как я думаю, куда мои мысли направлены и что они генерируют, какую энергию они генерируют. Если вы замечаете, что ваши мысли генерируют вот это постоянное осуждение, негативное осуждение, что ой, там такое, ой, всякое, вот такая, вот всякая. Ловите себя на этой мысли, сразу делайте стоп. А перед началом, каждого дня рекомендую, просто дайте себе вот такое обязательство, запишите. Я сегодня никого, ничего не сужу. Я не высказываю никаких негативных суждений по поводу того, что я увижу, что я услышу, что я подумаю, какие образы придут в моем сознании. И они все должны быть позитивные. Я всегда хочу увидеть что-то позитивное. И вот для начала запишите просто сегодня ничего. Сегодня я заостряю свое внимание только на позитиве. Вот такой деничок, если этого мало будет, напишите себе картины, понавешивайте формат А4, листы, и понавешивайте везде, где у вас есть такая возможность, чтобы вы постоянно себе напоминали, что я сегодня, и завтра, и послезавтра, и всю мою оставшую жизнь, я вижу в своей жизни только позитив. Я не вижу того, что мне не нравится. Я не хочу видеть, не хочу тратить свою энергию. Помните, что ваша энергия там, где ваше внимание. Если вы осуждаете что-то, вот видели какое-то фото, где, ой, какая грязная дорога, ой, какая машина побитая, или дом там некрасивый. Как только вы это сказали, что происходит? Смотрите, происходит. Сразу у вас начинают, меняются ваши эмоции. За эмоциями идут гормоны. За гормонами меняется у вас состояние. И она не самая лучшая. Ей посылается энергия. То есть вы генерируете негативную энергию. И эта негативная энергия, куда она идет? Она идет в пространство, она возвращается тебе, в столице, во много раз. Поэтому просто из своего собственного выживания это невыгодно, невыгодно думать о нехорошем. Нам выгодно думать о хорошем и только о хорошем. Концентрироваться, получая позитивные эмоции. И в этой связи я хочу, чтобы вы осознали важность этого момента. Думать только о хорошем. Начните с того, что дайте себе обязательство. Вот сегодня я буду говорить только о хорошем. Я буду замечать только о хорошем. Я не буду делать никаких суждений. И как только вы себя ловите на этой мысли, бум, раз, сразу остановился. Что-то раз, по привычке, что-то плохое хотелось сказать, подумать, да? Такой сразу, оп, стоп, нет, а что здесь хорошего? Или, по крайней мере, как минимум, просто я не обращаю на это внимание, нейтрально. Но лучше всегда конвертируйте на хорошее. Лучше всегда увидеть что-то хорошее. То, что поднимает ваше настроение. Звезды светятся ярче, солнце теплее, и природа прекраснее. Тогда это будет делать вашу жизнь более прекрасной, более наполненной и благостной. Ну вот, пожалуй, все. Подведем итоги, о чем я говорил. Мы говорили о том, о важности позитивного умонастроения, о важности обращать внимание только на то, что вам нравится. И ни в коей мере не говорить, не замечать того, что вам не нравится. Поскольку это есть разрушительная энергия. То есть вы практически просто даете энергию в черную дыру негатива. И когда мы выработаем себе привычку несуждения, это поможет нам увидеть в жизни больше позитива. Увидеть в жизни больше позитива. Это значит научиться в мире. Мы станем еще на один шаг ближе к позиции, научиться принимать мир, так и какой он есть. Это очень важно. Чего я вам всем желаю. С вами Ярослав Мудрый Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дум и тренинга Центра Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. И я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Да поможете Всевышний. Намасте. Спасибо.